Одно из наиболее свободных пространств для самовыражения – интернет. Здесь анонимно можно высказать свое мнение, завести знакомых из любых городов и стран, найти ответ на практически любой интересующий вопрос. Но вместе с тем есть риск столкнуться с травлей и правонарушениями. Человеку с формирующейся психикой травма, вызванная кибербуллингом или контентом, не предназначенным для просмотра в определенном возрасте, может нанести серьезный моральный ущерб. Ирина Волонец, уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан, еще в 2021 году выступила с инициативой законодательного ограничения использования социальных сетей несовершеннолетними. Она была направлена депутатом Госсовета Республики, а чуть позже поддержана на федеральном уровне спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Пользование соцсетями запрещено в подавляющем большинстве стран цивилизованного мира, но, например, в США, в Европе этот возраст 16-18 лет в зависимости от страны или штата. Это оправдано, потому что дети в соцсетях проводят слишком много времени, это достаточно опасно. Накануне стало известно, что на грядущем заседании Госдумы в 2023 году планируется обсуждение нововведений в федеральных законах об информации и о персональных данных, которые ужесточат наказание за травлю в интернете, а также введут некоторые правила при регистрации в социальных сетях, а именно требования верификации с помощью паспорта. Жесткий контроль в соцсетях за возрастом ребенка, он как таковой отсутствует. То есть, фактически подросток, ребенок может указать вымышленный возраст, зайти с какого-то фейкового аккаунта, пройти регистрацию. Никаким образом технически это отследить невозможно. С точки зрения Семейного кодекса Российской Федерации, родители могут запретить ребенку регистрировать в соцсетях, исходя из его интересов. Эксперты отмечают, само понятие кибербуллинг как таковое в российском законодательстве отсутствует. Правозащитники используют такие термины, как травли, оскорбления и клевета. За подобные нарушения предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность. Моральный ущерб очень большой, потому что информация выходит в тираж. Более того, этот процесс распространения продолжается, потому что сеть работает, это все усиливается, это можно навечно прописаться в интернете со своей давнейшей историей. Вы можете постареть, но о вас, о вашем травле будет говорить человечество всегда, хотя бы уже повзрослеть на 50 лет, понимаете, потому что информация остается. Специалисты подчеркивают, что контроль правонарушений в интернет-пространстве – то, что так или иначе должно было возникнуть. В настоящий момент, когда страна находится в обстановке международного кибербуллинга, внутренний контроль просто необходим. Помимо этого, эксперты отмечают, что подобного рода нововведения требуют детальной проработки. От этого будет зависеть их эффективность. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс.